У меня в том месяце я заплатила 7 тысяч. Это сегодняшние, как выяснилось, пока еще гуманные расценки за коммуналку. Но уже с 1 июля этого года тарифы в Яровом резко взлетают вверх на 18,8%. Отметим, по краю повышение будет в среднем на 6%. Сейчас стоимость отопления в коммунальных платежах за зимние месяцы составляет 50 и более процентов от общей коммунальной строчки и того. Трехкомнатная квартира где-то 5,5-6 тысяч. Одна строчка отопления. Но рост по всем коммунальным услугам. Отопление повысится на 33%. Горячая вода на 27%, холодная на 58%. Цифры многих обескураживают, но если их уменьшить, считает руководство города. Ресурс, оснабжающая организация МОПИАТЭК, просто не сможет согревать город, обеспечивать его водой и прочими коммунальными услугами. Расходы предприятия, как я сказал МОПИАТЭК, значительно выше тех доходов, которые оно получает от всех видов деятельности. Расходы предприятия сегодня у нас складываются на уровне 560-570 миллионов рублей, а доходная часть сформирована по году в объеме 380 миллионов рублей. Только люди недоумевают, почему убытки компенсируют исключительно за счет граждан. Та ресурсоснабжающая организация, которая сегодня у нас существует и работает в режиме выработки тепловой и электрической энергии, она будет приводить к тому, что это предприятие будет всегда убыточно. А если оно будет всегда убыточно, то соответственно убытки будут вкладываться в тарифы, которые мы будем оплачивать. Для баланса интересов ресурсоснабжающей организации жители городские власти заговорили о компенсациях. Вот только из официального ответа жителям мы узнаем, что денег в городском бюджете на компенсации нет. Надежда на Краевой, вот только документов, подтверждающих, что казну Ярового пополнят за счет региона, люди не видели. Источника компенсации нет, поэтому мы считаем эту компенсацию необоснованной, ничем не подкрепленной. И поэтому это призрачное явление, которое не будет иметь места с 1 июля 2021 года. Глава города Виталий Самобочи заверяет, компенсировать затраты по коммуналке будут, уже даже утверждено положение. А по поводу ТЭЦ поясняет, предприятие в сегодняшнем виде городу не нужно. Власти подумывают о строительстве новой котельной, но только на проектные работы уйдет до полутора лет. Люди могут уже рассчитывать на коммунальные платежи, более низкие? Ну, сейчас сложно говорить об отдаленной перспективе, но, конечно, это будет уже современное энергоэффективное оборудование, максимально автоматизированное. Будем надеяться, что все-таки мы, по крайней мере, зафиксируем цену на тарифы, хотя бы на достигнутом уровне. Износ коммунальных сетей 70%. Их вроде бы ремонтируют ежегодно, но лучше-то они не становятся. Так, в прошлом году у жителей Ярового почти полгода из крана бежала ржавая вода. И люди искренне не понимают, за что они платят такие бешеные суммы. Население Ярового порядка 20 тысяч человек, каждый третий – пенсионер. Выходит, финансовая нагрузка ложится прежде всего на самые беззащитные слои населения. И если сейчас яровчане за ту же трехкомнатную квартиру платят 6 тысяч рублей, то же в скором будущем будут отдавать 8-9. Почти вся пенсия. Это вообще 10 тысяч. Как жить? И о какой компенсации они хотят нам что-то сказать? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!